Дорогие друзья, вчера в шаббат мы благословляли новый месяц Элуль, который начнется в следующий шаббат. И в нем решен воскресенье, у нас будет два дня Рош-Ходыш-Элуль. Что это за месяц, мы все знаем. Это последний месяц в году, когда Мушир Абейну, после того, как евреи при первых скрижалях создают золотого тельца. Ужасное преступление, когда Бог дает вам скрижали, Бог дает человечеству Тору свое учение. Максимальный контакт, вот такой вот общественный, между Всевышним и целым народом, миллионами людей. Еврейский народ, к сожалению, создает ужасный грех. Золотого тельца поклоняются золотому тельцу, а вода зара. В тот момент, когда мы получаем Тору, вы делаете страшнейшее преступление, и Мушир Абейну приходится разбивать первые скрижали. И что происходит потом? Первого Элульа он поднимается на гору Синай, умоляет Всевышнего, прости еврейский народ, дай нам вторые скрижали. Из Элуля до Йом-Кипур сорок дней, эти дни, когда Всевышний прощает народ, дни Рахамим, милосердия, вяслиход и прощения, еврейский народ удостаивается вновь получить вторые скрижали, великое чудо и великая милость со стороны Всевышнего к своим детям, к людям. Он их прощает. И поэтому теперь на все поколения, на все времена, эти сорок дней, с начала месяца Элуль, который в этом году в Шаббат выпадает, до Йом-Кипура сорок дней, они пропитаны, пропитаны на сто процентов прощением и милосердием. Поэтому тот, кто хочет приблизиться к Богу, тот, у кого что-то не получалось, какие-то были сомнения, вопросы про иудаизм, про духовность, какие-то вот были, вот, ему было тяжело подняться на новый этап в духовности раньше, в Элуль все дороги открыты, врата, милосердие, Всевышний нас ждет, и можно расти, 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 и нужно расти, и расти, расти духовно, особенно с Рошходыш-Элуль, с начала месяца Элуль, до Йом-Кипура. Это зашифровано, говорят нам наши мудрецы, в самом названии месяца Эл-Луль. Эл-Луль – это четыре буквы, которые означают четыре слова. Я иду к Богу, ну и что? И Бог идет ко мне, обещано, что в месяц Элуль, кто стремится ко Всевышнему, он не останется с пустыми руками. Ты идешь к Богу, Бог идет к тебе, обещано, что Бог придет, ответит на твои молитвы и поможет тебе дальше расти. Это мудрецы называют, что Всевышний как бы в кавычках находится в поле. Обычно царь находится во дворце, к нему сложно попасть во дворец. Не каждого пустят во дворец. Но когда царь находится в поле с простыми людьми, он какой-то делает обход, он просто гуляет, он вышел к народу, сейчас любой человек может к нему подойти с любой просьбой и может иметь с ним контакт. И это уникальное время, когда Всевышний в кавычках находится в поле. Они ледоди, ведоди ли. Это означает первые буквы, название месяца Эл-Луль. Теперь софейты вот, последние буквы они, ледоди, ведоди ли. Они, последняя буква ют, ледоди, последняя буква ют, ведоди, опять буква ют, ли, опять буква ют. Четыре у нас буковки ют, ют означает десять. Сорок дней, четыре по десять это сорок дней. Сорок дней, когда Всевышний ждет нас, когда Всевышний прощает. Он простил даже грех золотого тельца. Он хотел уничтожить весь народ. Как же можно с такими людьми вообще иметь какой-то контакт, если во время дарования скрижали, во время дарования торы вы делаете тельца? Он говорит, Мошер Абейну, я уничтожаю всех, и от тебя будет новый народ еврейский. Мошер Абейну просит, Будь милосердным, прости их, и Всевышний прощает. Эти дни нужно ловить. Это просто золотые, уникальные дни, когда каждого человека Всевышний прощает. Если он делает к нему шаг, можно исправить любые грехи, любые простудки, и можно покорять новые и новые вершины духовного развития. Я всем желаю хорошего месяца Эл-Уль, и давайте вместе стараться идти ко Всевышнему. Мы будем идти к Дуди, ко Всевышнему, а Всевышний, дай Бог, ответит на наши молитвы и будет идти к нам. Спасибо огромное. Шавуатов.